Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok История МИДа – это история страны. Сделано немало, но предстоит сделать еще больше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Решением этих задач занимаются отделы Министерства иностранных дел. Всего их 12. У каждого своя роль в общей работе Министерства. В последнее время активизировалась работа вновь созданного отдела Турции и Ближнего Востока. Долгое время потенциал и ресурс нашей диаспоры в этих странах не был задействован. Но вот мы стараемся реанимировать и активировать этот ресурс, который дает на самом деле в последнее время очень положительные результаты и эффекты ощутимые. Ощутимым результатом последнего времени стала репатриация абхазов из Сирии. Сотрудники МИДа и Наргитсба и Тенгистарба контролировали процессы с Бейрута. Благодаря усилиям многих людей и структур все прошло благополучно. Вот удовлетворение может быть и определенное тоже гордость за всех нас, за всех тех людей, которые принимали в этом участие, что несмотря на все объективные сложности удалось привезти этих людей, удалось им помочь, вырвать из охваченной огнем Сирии наши соотечественные, которые там по воле исторических событий вынуждены были туда переселиться. Именно такие рабочие моменты дают возможность приобрести необходимый опыт молодым дипломатам. Хотелось бы, конечно, быть дипломатом, учусь. Я вижу уже немаленькие изменения в себе за эти полтора года, которые я проработал в мире. Другое важное стратегическое направление дипломатических усилий – это страны Латинской Америки, Азии, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Вслед за Россией независимость Абхазии признали Никарагуа и Венесуэла, затем Науру, Вануату и Тувалу. И сегодня в этом обширном регионе кроются возможности для продолжения процесса признания. Помимо официального визита в Венесуэлу были еще визиты в Росстанции Латинской Америки, была встреча с руководством этих стран. Так что процесс идет. Я уверен, что он будет успешным, что мы добьемся широкого признания Абхазии. И тем не менее, учитывая сильное противодействие, он не будет таким скорым, как бы мы хотели. Несмотря на определенные трудности, которые нам создает грузинское руководство в данном регионе, я думаю, что в будущем во взаимодействии, в частности со странами Латинской Америки, можно будет говорить о положительной динамике, поскольку латиноамериканские государства отличаются открытостью, принципиальностью, независимостью и неангажированностью внешней политики, которая основана на принципе уважения политических и социальных прав народа. На первый взгляд, перспективы работы отдела, объединяющего Европу, США и Канаду, не выглядят столь излишне оптимистичными, хотя и на этом направлении существуют хорошие резервы для дипломатической активности. Я бы сказал, что в этом смысле нам помогают наши друзья, партнеры, которые сегодня находятся, базируются в Европе, друзья Абхазии, люди, которые работали здесь в прошлом, европейцы, представители США и других стран. Благодаря нашим контактам, которые МИД за весь этот период смог с ними наладить, сегодня открываются различные перспективы взаимодействия, в частности со странами Западной Европы. Отношения с нашим стратегическим партнером Российской Федерации являются основным и важнейшим приоритетом во внешней политике Абхазии. Для нас Российская Федерация как вселенная во всех смыслах. И тот уровень профессионализма, который от нас требуется в условиях признания со стороны Российской Федерации для того, чтобы поддерживать эффективный профессиональный уровень наших сторонних отношений, вот этот профессионализм мы должны себе вырабатывать еще. Мы работаем и постепенно, думаю, придем к тому уровню, который нам позволит выступать как светлопартнерское государство, имеющее возможность эффективно развивать двусторонние отношения с такой великой страной, как Российская Федерация. Еще один отдел Российской Федерации, стран СНГ, Нагорно-Карабахской республики, Приднестровско-Молдавской республики, Республики Южная Осетия и Грузии. У нас работают официальные представительства и посольства в этих республиках. Находясь в постоянном контакте с нашими официальными представителями, мы постоянно решаем все возникающие вопросы двустороннего развития. Международно-правовой отдел занимается правовым обеспечением внешнеполитической деятельности и выполняет функции, связанные с подготовкой и заключением международных договоров. Наш отдел является важным механизмом в обеспечении юридическими средствами интересов Республики Абхазия на международной арене. Ежедневная работа в структурных подразделениях МИД – это кропотливый труд, определяющий общую эффективность деятельности внешнеполитического ведомства. И к тому, что делается в этих кабинетах, с вниманием относятся как внутри страны, так и за ее пределами. Реализация стратегических задач, стоящих перед МИДом Абхазии, обеспечивается усилиями многих людей. Зачастую большая часть из них остается за кадром. Между тем, от того, насколько профессионально они выполнят свою работу, может зависеть престиж нашей страны. К примеру, почти невидимый, но могущественный отдел государственного протокола обеспечивает проведение встреч на различных уровнях, составляет программы визитов, ведет протоколы встреч. Кроме того, отдел следит за всеми значимыми датами в календарях государств-партнеров. Ни одно важное событие в этих странах не остается без дружественного отклика из Абхазии. Наша работа очень важна как для внешней политики Абхазии, так и для внутренней политики Абхазии, потому что все официальные встречи, переговоры, вся дипломатическая переписка проходит через наше отдел. Более того, наше отдел ведет учет всех международных договоров Республики Абхазии, которые когда-либо подписывались. Пожалуй, консульская служба является самым востребованным гражданами структурным подразделением МИДа. Ее возглавляет Мартин Таркил, который работает в МИДе уже 16 лет. Здесь многие наши сотрудники, в том числе и я, в консульской службе нашли себя. Это действительно работа, приносящая удовлетворение, потому что каждый день что-то новое, общаешься с новыми людьми, разговариваешь, решаешь различного рода вопросы, проблемы, и такая работа не может не приносить удовлетворения. Все иностранные граждане, въезжающие на территорию Абхазии, обращаются в консульскую службу за оформлением визы. И здесь могут возникать вопросы, связанные с безопасностью. Это направление в МИДе курирует заместитель министра Олег Аршба. Консульская служба сама имеет достаточно большой объем. Накопленного материала, по которому она достаточно успешно работает. Последние полтора года в МИДе проведена большая работа по организации эффективного делопроизводства. Структурирован архив. Канцелярия стала важным звеном в структуре министерства. Это документы, документы оборот. И мы потом обрабатываем это и распределяем в отделы соответствующую информацию соответствующему отделу. У нас очень слаженный коллектив. То, что у нас все-таки, хотя здесь есть своя иерархия, тем не менее мы работаем как одна команда. Это очень важно. Ты присутствуешь при практически рождении нового государства, ты участвуешь в его восстановлении, в его реализации как политического проекта. У тебя прекрасные сотрудники, у тебя хорошее понимание на всех уровнях страны правительства, твоих задач, твоих целей. Я думаю, что это счастливое сочетание очень многих факторов, которые делают мою работу очень интересной, очень приятной. И я надеюсь, что она будет также весьма успешной. Информационная политика – важная часть общегосударственной работы. Ее значение в деле обеспечения широкого международного признания трудно переоценить. Век информации диктует свои законы, и те, кто им не следует, оказываются среди аутсайдеров. Конечно, информационная политика, цифровая дипломатия – вещи, которые мы связаны, современные формы дипломатической работы, дипломатической деятельности. Мы создали специальное дело информации в МИДе, которое занимается разработкой стратегии позиционирования Абхазии в мире. Новый сайт МИДе Абхазии работает одновременно на шести языках в режиме постоянного обновления. Сайт МИДе Абхазии – это единственный сайт такого ведомства, у которого более шести языковых версий. И мы работаем дальше над тем, чтобы увеличивать количество языковых версий. То есть мы планируем также сделать сайт на арабском языке, на французском языке. И это вот наша основная особенность, которая обоснована и объективна. То есть мы, так как перед нами стоят определенные задачи, именно поэтому сайт многоязыковой, и мы будем дальше в этом направлении работать. Здесь значительную роль в проведении информационной политики играет отдел переводов. И работа переводчиков не всегда так рутинна, как кажется на первый взгляд. Задача, которая перед нами стоит, это, конечно же, в первую очередь, информированность об Абхазии на других языках. Потому что не все могут знать русский язык. А во всем мире есть даже те страны, которые там не очень дружественны. Там тоже есть люди, которые интересуются Абхазией, хотят знать побольше о нашей стране. Кроме того, одной из задач отдела переводов является постепенный переход делопроизводства министерства на государственный язык. Наски-ятсисты ху, юнезки-фишук сайнергина, на хундкар-агбузы, жезе бан из лахуала, ауус шхууми бүгара зеги, хундкар-агбузы, чали мюк басла, мюк басла руб. Харавуя-вус, и хэнат бгаган бала, аллах, хэд. Ишта xхуа шхуа шхуа зеги хундкар-агбузы, чали, кухаргылод. Сегодня МИД использует и официальные источники информации, и массовые социальные сети. Это позволяет не только делиться информацией с более широкой аудиторией, но и получать обратную связь. В МИД Абхазии присутствует в нескольких социальных сетях. Это ВКонтакте, русскоязычная социальная сеть, около 60 миллионов ее пользователей. Твиттер. И также основное наше присутствие пока это Фейсбук. И самая успешная для нас пока это турецкая версия. Такие интересные факты, как только была создана эта страница, сразу же начали подписываться на новости этой страницы достаточно большое количество людей. Это было вызвано реальным интересом нашей диаспоры в Турции, интересом к Абхазии и ее новостям, в том числе и новостям нашего министерства. Один из самых таких ярких и больших успехов это то, что на сегодняшний день некоторые из выкладываемых нами новостей охват нашей аудитории доходит до 50 тысяч человек. То есть если говорить, предположим, о информационных агентствах, которые существуют в Абхазии, о СМИ, которые существуют в Абхазии, то это охват сравнимый с телевизионными компаниями Абхазии. И поэтому для нас это, конечно, большой успех, которым мы гордимся и стараемся его развивать дальше. А дальше много работы и новые цели. В 20 лет все только начинается. Я отношусь к числу счастливчиков, которые могут сказать, что работа им приносит удовольствие. И я очень этому рад. И, конечно же, в основном это заключается вне заслуга всего этого, лежит на плечах моих коллег, моих друзей, которые работают в этой организации. Благодаря этим людям, благодаря вообще МИДу в целом, МИД стал стилем моей жизни. Удовлетворение доставляет, прежде всего, работа с людьми, которые понимают, что это достаточно сложная, ответственная работа. Это такая очень теплая атмосфера, которая складывается внутри Министерства иностранных дел. Хочется поздравить всех сотрудников и также всех бывших сотрудников с этим знаменательным днем. И пожелать молодому поколению, всей молодежи, которая пришла к нам сюда, она с большим потенциалом, пожелать достичь самых высоких вершин и большего признания. Мы должны добиться максимального укрепления нашей безопасности, внешнеполитической, максимального. И добиться, безусловно, международного признания широкого. Это наша задача, мы к ней идем. Мы должны за эти годы сделать так, чтобы Абхазия стала одной из самых развитых стран региона. Я приведу такой пример. Когда я еще был командиром батолета на фронте, лежали передо мной карты. Я помню название территорий, в которых я с трудом помышлял, что я, может быть, когда-нибудь доберусь до этих территорий. Но, более того, не так много времени прошло, и эти территории мы защищали, просто освобождали. Мы их освободили, а потом еще и защищали. Понимаете, значит, успешно. Вот. Результат. Вот сегодня наш день. Представьте себе теперь, как может мир измениться за эти 20 лет. Пользуясь возможностью, я хочу поздравить, прежде всего, тех, кто создал министерство странного дела, бывшие министры странного дела, бывшие сотрудники, а также все те, кто продолжает работу в этой области, кто стоит на страже наших интересов в области дипломатии. Это те, кто работают в центральном аппарате, те, кто работают в посольствах Российской Федерации, в наших представителях других странах мира. Я думаю, поздравляю всех, потому что нам не с чем гордиться, и мы смотрим в будущее с оптимизмом и с уверенностью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова